здравствуйте дорогие друзья сегодня второй выпуск наших новостей приятного просмотра а мы начинаем библиотека это хранилище книг звучит как досухо и однозначно не правда ли современная библиотека это царство информации и знаний этот центр общественной жизни это уголок для отдыха где можно не только пополнить свой багаж знаний но интересно провести досуг в центральной библиотеке имени олега чупрова в 2018 году был создан к воркинг-центр легион умников место для учебы отдыха общения и творчества детей и молодежи участниками которого являются юные читатели библиотеки ребята с удовольствием осваивают навыки работы на компьютере создают презентации фото коллажей рисуют с помощью графических редакторов сегодня мы приоткроем двери к воркинг-центра и посмотрим чем они занимаются и Субтитры создавал DimaTorzok По данным территориального отдела ЗАГС Устремского района за ноябрь 2020 года зарегистрировано 37 записей актов гражданского состояния, в том числе 5 о рождении, 24 смерти, 2 брака, 4 о расторжении брака, 2 о становлении отцовства. Информацию предоставила Чупрова Галина Рудольфовна, начальник территориального отдела ЗАГС Устремского района. Устреме придется вернуть в казну коми 900 тысяч рублей из-за провала после паводковых работ. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 4 декабря подвели итоги выделения средств из резервного фонда правительства Республики. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 4 декабря подвели итоги выделения средств из резервного фонда правительства Республики на устранение последствий паводка. Руководитель комитета ГОИЧС КОМИ Александр Бурцев отметил, что деньги выделяются до сих пор. В бюджет на 2020 года было заложено 48,6 миллионов и зарасходовано 24,7 миллионов рублей. Остаток на конец года составил 23,8 миллионов рублей. Как отметил Бурцев, в смету в этом году было заложено намного больше денег, чем в предыдущий период. Как отметил Бурцев, Уст-Ильмский район переживает паводок ежегодно. Но в этом году он отработал его хуже всего. Дольше всех с большими ошибками. Людям даже в конце октября деньги еще не шли. И теперь им придется возвращать в бюджет Республики КОМИ 900 тысяч рублей. Население средств не получило. А сейчас их распределять уже невозможно, если муниципалитет не вернет деньги и их вычтут из бюджета района в следующем году. Магазинный ритуал оказывает ритуальные услуги в Уст-Ильмском районе. Мы с пониманием и деликатностью относимся к возникшей у вас жизненной ситуации. Освободим от лишних хлопот. Замена столбов. Памятники из мрамора. Гранита любой сложности. Ремонт и уход за могилой. Скамейки, столы. Металлокерамика. Захоронение в могилу. Установка памятников. Цветники. Обрамление могил. Установка оградок, столов, скамеек. Катафалк по району. Ритуальные принадлежности. Ритуальные венки, ленты, новинки, цветы, стропы для опускания гроба. Покровалые подушки. Одежда для покойных и церковные принадлежности. Также оформляем в кредиты ритуальные услуги. Ритуальный товар. Памятники. Оградки. Наш адрес. Село Уст-Цильма, улица Бабикова, дом 5, павильон 4, рядом с ЦРБ. Телефон для связи 8-912-948-78-24. У нас сегодня в гостях депутат муниципального района Уст-Цильмский Чупров Александр Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые жители Уст-Цильмского района. Сегодня я хочу рассказать вам о ситуации, которая происходит в нашей республике вокруг обсуждения проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Согласно данной территориальной схеме планируется установить 25 населенных отдаленных пунктах термодеструкторы ДС-5000, 6 из которых будет находиться в Уст-Цильмском районе. В селе Уст-Цильма, Замежное, Новый Бор, Окунев-Нос, Трусово и Среднебугаево. Инициатором данной идеи является региональный оператор Севера. Что представляет из себя данное оборудование? Это своеобразное чудо-печка с трубой. А теперь по порядку. Первое. Данная печь не предназначена для сжигания ТКО. Ее функциональное назначение – это утилизация промышленных отходов, что и прописано в паспорте оборудования. Второе. Отсутствует сведения о проведении экологической экспертизы. Третье. В связи с отсутствием раздельного сбора отходов в топку печки попадут и пластик, и полиэтилен, и полистирол, батарейки, аккумуляторы, различные люминесцентные энергосберегающие лампы и так далее. Хотя согласно распоряжению правительства от 2017 года данные отходы утилизировать и сжигать строго запрещено, так как является перерабатывающим вторсырьем. Установка не оснащена фильтрами для улавливания образующих загрязняющих веществ, в результате чего образующие диоксины, фураны, галогены и тяжелые металлы попадут в атмосферный воздух, которые при взаимодействии с парами воды выпадут в виде кислотных дождей. Пятое. При сжигании ТКО будут образовываться шлаг и зола. Это является особо опасными отходами и требует обезвреживания. Их нельзя размещать на полигонах. Вот где их будут хранить и обезвреживать? На метах хватает ракет, падающих сверху, различных нефтеразливов, заполиваний, онкологических, раковых. Комитет спасения Печоры инициировал письмо к главе Республики Коми, в Госсовет Республики Коми и к министру природных ресурсов Республики Коми с требованием исключить данное оборудование из территориальной схемы. И вы, как жители Усыльмского района, прошу поддержать данную инициативу и подписать данное письмо. Данное обращение вы можете скачать по данным видеосюжетам. И в завершении хочу добавить, что защита нашего северного края только в наших руках. Ну и в завершении, дорогие друзья, я предлагаю для вашего просмотра видеоклип группы Durkin Brothers с песней «Здравствуй, как дела?». Обязательно подписывайся на наше сообщество. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Ветер гружится с листвой Льют дожди на город мой Значит, мне забыть пора Наши теплые вчера Ты не пишешь, не звонишь Как живешь, о чем грустишь Знаю я, как не крути Наши встретятся пути Здравствуй, как твои дела Мне не безразлично Ты сегодня так мила В общем, как обычно Ну а я искал покой И я хотел забыться Только сны, где мы с тобой Продолжают сниться Делая глоток вина Твоё фото Пью до дна А может, ты уже с другим И я стал тебе чужим Или холод сентября Остудил навек тебя И дождливый город мой Нас ведёт ещё с тобой Здравствуй, как твои дела Мне не безразлично Ты сегодня так мила В общем, как обычно Ну а я искал покой И я хотел забыться Только сны, где мы с тобой Продолжают сниться Здравствуй, как твои дела Здравствуй, как твои дела Ну здравствуй, как твои дела Здравствуй, как твои дела Мне не безразлично Ты сегодня так мила В общем, как обычно Ну а я искал покой И я хотел забыться Только сны, где мы с тобой Мы с тобой Продолжают сниться Продолжают сниться Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»